ребята всем привет канал китай рулит раз блокировали слава богу произошло это нежданно негаданно и конечно я был в шоке и больше даже мне не не было там страшно потерять подписчиков свои видео больше мне было обидно что может вот так вот в любую секунду это все закрыться и ты собственно лично сам ничего не сможешь сделать но хочу сказать что все нормально мне восстановили канал спустя сутки конечно шума шума навели очень много потому что канал немаленький канал популярные есть зрители есть люди которые поддержали спасибо им огромное спасибо конечно же моей партнерки аир которая просто отработала на 100 баллов отреагировала сразу на все мои сообщения потому что я поднял всех сотрудников и они начали разбираться вот спасибо руслану skyman вот если кто не знает руслана зайдите в мои интересные каналы посмотрите канал руслана я думаю какие-то видео для себя найдете интересные вот и подняты были все кто можно кто был в контактах у меня кто был в скайпе потому что когда случается такая ситуация здесь нужно очень быстро среагировать потому что заблокировали не канал заблокировали аккаунт приостановили его деятельность и под этот аккаунт попала попал канал китай рулит и школа китай рулит я сделал ошибочку такую я создал на один аккаунт на китай рулит аккаунт создал школа китай рулит сейчас я это все переделаю но об этом чуть позже поэтому какие причины могут быть то что меня заблокировали ну основная причина это конечно же по нажимали на кнопочки какая-то школота компания которая делает не такие плохие дела не только на моем канале как видите в последнее время это творится с крупными каналами и нужно что-то с этим реально делать поэтому я подумал что если действительно есть среди моих подписчиков такие люди которые ставят себе цель и что-то хотят изменить можете создать петицию которую вы делали вот по отношению к моему каналу и только эту петицию направить в google или в youtube и я думаю наберет эта петиция много голосов распространим ее по интернету распространим ее по youtube каналов то есть чтобы все знали все проголосовали набрали очень много голосов и это дошло к ютюбу потому что то что происходит это ненормально без предупреждений без нарушений у меня не было ни одного предупреждения за все время существования канала ни одного нарушения авторских прав всегда используется бесплатная музыка никогда не беру ролики то есть канал мне абсолютно чистый и самое главное я никогда не накручивал подписчиков по это отдельно скажу потому что взорвались конечно все каналы и я вам так скажу таких ситуациях как раз вылезли черви люди такие с каналами даже у которых есть каналы которые почему-то обрадовались что мой канал заблокировали почему-то они решили что если моего канала не будет у них успех просто взойдет я не знаю я не станут все первыми поэтому много людей ушло мне в черный список с которым я перестал общаться которые у меня заказывали даже рекламу люди есть почему-то они тоже решили что я накручиваю подписчиков но это реально смешно ребята и хочу сказать людям которые начинают анализировать мой канал через социал блэйд сравнивать с другими каналами ребята если вы не умеете пользоваться социал блэйдом не заходите туда не позорьтесь и не позорьте свой канал потому что я реально насмотрелся видео но мне реально было смешно но так как мне было не до видео мне нужно было разблокировать свой канал теперь я могу об этом говорить то что многие каналы позори свое имя давали ложную информацию то что я накручиваю подписчиков никогда за существование канала не был накручен ни один подписчик это слово даю браги игоря вот и здесь нет других каких-то я не знаю ну искали искали конечно изъяны все потому что много людей кричали что я накручиваю начали сравнивать и смотреть меня начали сравнивать с канала например макса плюс 100 500 у которого в день подписывается 3 тысячи подписчиков а у меня подписывается полторы тысячи подписчиков как так максим плюс 1500 у него такое количество и так далее видео такой популярный а тут китай рулит за год набирает такое количество подписчиков и в среднесуточные у него подписки превышают всех всех в общем каналам по посылкам из китая Ребят, для тех, кто завидует, для тех, кто пытается как-то, какую-то найти изъяну, я хочу вам посоветовать одно. Работайте, работайте над своими каналами, загружайте качественный контент, заинтересуйте чем-то людей, и тогда вы увидите, что и на вашем канале будут большие подписки. Если вы делаете 2-3 видео в неделю, стрёмных видео, я не буду называть конкретно сейчас каналы, и вы ждёте, что у вас будет какой-то рост и так далее, я ничего не делал для своего роста. Я просто делал, как я считаю, нормальные видео, полезные, которые что-то дали людям, как я увидел много поддержки, много людей, реально не ожидал, что столько будет поддержки. Вконтакте личка заваленная просто, всем было интересно, что случилось, поэтому всем моим верным подписчикам, ребят, огромный привет и спасибо за то, что вы у меня есть. Я не сомневался, что если я создам канал, я наберу опять это же количество подписчиков, пусть самых активных, ну пусть 50 тысяч, но я их и набрал бы за ближайшее время, я в этом не сомневаюсь. То, что мне начинают рассказывать, что у меня 200 тысяч подписчиков, но просмотры у меня, например, на ролике 50 тысяч, если кто не знает, чтобы нет даже ни одного такого канала, который на ютюбе сопоставлялся бы с подписчиками и с просмотрами, то есть, например, 100 тысяч подписчиков, ролик загрузил и 100 тысяч просмотров, такого не может быть. Нормальный показатель на ютюбе это 20-30%, в моем случае это 40%, это в лучшем случае, если ролик хороший, а так может быть 40 тысяч просмотров, может быть 30 тысяч просмотров, может быть даже 20 тысяч просмотров, от этого не зависит. Вот, и почему-то опять же меня начали сравнивать с Денисом Летникомом, я не пойму, почему идут сравнения, почему-то ставят в конкуренты, и заметил я в последнее время, что действительно очень много развелось каналов посылок из Китая, очень много снимают видео, я желаю всем добиться хорошего успеха и хорошо развиваться, ребят. Но, запомните одно правило, вы не конкуренты и не конкурируете между собой, вы просто делаете видео, если кто-то действительно хочет заработать денег, это одно. Но, я говорю про тех людей, которые действительно, которым нравится снимать видео, нравится получать от этого удовольствие, читать комментарии, которые тебе пишут, смотреть на лайки и смотреть на людей, которые ты чего-то научил, что-то показал или что-то, что-то, хотел сказать, да, что-то подсказал. Вот. И просто сейчас это все превратилось в конкуренцию, все между друг другом конкурируют, вот я на первом месте, потом идет второй, третий, четвертый. Если сравнивать меня с Денисом, почему-то я же говорю, сравнивают с Денисом, у Дениса там 150, если не ошибаюсь, или 160 тысяч подписчиков, у меня там 205 тысяч, я его обогнал. Но я никогда не говорил, что Денис мне конкурент, что вот нужно, нужно Дениса обогнать и так далее. У Дениса свой материал, Денис делает видеообзоры, то есть только видеообзоры, электроника и так далее. Он по-своему хорош канал, я не говорю, что это плохой канал, что он мне конкурент и так далее. Денис молодец, у Дениса все четко. У меня другая тематика, я больше направлен на посылки из Китая, я больше направлен, сейчас пошли посылки от подписчиков. У меня более канал приближенный к шоу, маленькому такому, к чему я и стремился, чтобы не застрять на одном месте и не просто делать ролики, вот по ссылке видеообзоры, по ссылке видеообзоры, это надоедает. Поэтому я пытаюсь как-то развиваться, делать какие-то шоу интересные, почему я и добавил посылки от подписчиков и так далее, в дальнейшем что-то придумаю. Чтобы канал было интересно смотреть, одно видео поучительное какое-нибудь, что-то интересное вам показать, что я заказал, где-то там выцепил, акция какая-то, скидка, купон или еще что-нибудь. А вторая посылка чисто от души, чтобы посмеяться, много таких посылок и так далее. У меня 700 роликов, у меня 700 роликов. Огромное идет число просмотров. Почему ко мне не может подписаться среднесуточная 1500 человек, я не понимаю. И не понимаю тех людей, которые громко об этом говорят. На самом деле больше не хочу, ребят, об этом говорить, потому что реально меня зацепило высказывание некоторых людей, которые после этого случая, я просто не хочу общаться и связываться. Потому что, ну, некрасиво поступаете, когда случилась у меня проблема, канал забанили и много людей поддержало, но и нашлись те люди, которые, конечно, на этом решили переиграть и как-то сделать себе пиар. Ну, не получилось. Канал разбанили уже и те каналы, которые говорили, что у меня там накрутка, я думаю, теперь им не очень неловко, потому что накрутки у меня никогда не было и никогда не будет. И не заказывал я никогда ни одной рекламы на своем канале. Все своим трудом и своей головой. Теперь по поводу этого. По поводу бана я вам рассказал все. Пока неизвестны никакие причины. Я думаю, если партнерка разберется, вот, я о причине скажу, если будет информация, потому что Google ответил сначала, что канал не будет восстановлен, аккаунт, по тем или иным причинам, которые они не хотят разъяснять. Но такой ответ нас не устроил, поэтому была подана апелляция, вот, когда будет ответ. Тогда я вам и расскажу. Вот. По поводу петиции, ребят, если кто хочет заняться, сделайте, выкиньте где-нибудь эту ссылку, мы ее распространим, пролайкаем и так далее, чтобы все люди знали, что нужно проголосовать, чтобы YouTube был внимателен к таким каналам, которые не то, что там развиваются, да, которые действительно уже крупные каналы. Но почему-то блокируют вот так вот, раз, взяли и заблокировали. Вот. Это все по поводу канала. Дальше. По поводу рекламы на канале, после этого звоночка, который прозвенел, я решил, что по поводу рекламы я не буду использовать теперь ролики для тех, кто собирается заказывать рекламу. Реклама чуть поменяется. Вот. Вы увидите. Она будет. Подача также все будет. Просто поменяется чуть оформление. Вот. Я просто предупреждаю, чтобы потом не говорили, а почему у меня вот так, а у другого вот так. То есть от рекламы никуда не деться. Реклама на канале будет. Там первые 10 секунд. Это все потерпят. Кому нужно, кто перейдет на канал. Но, собственно, каналу это очень помогает развиваться. Вот. С рекламой тоже все сказал. Очень много хочу сказать. Если что-то не расскажу, потом еще сделаю ролик, потому что, ну, реально за это время, вот, за двое суток очень много всего произошло. По поводу школы Китай рулит. Такая ситуация получилась, что, как я сказал, что я создал на аккаунте Китай рулит школу Китай рулит. Поэтому это дело не пойдет, чтобы не было таких больше блокировок, если это и случилось за школой Китай рулит. Я сейчас создал новый канал, новый, на новом аккаунте. Это будет школа Китай рулит. Она чуть будет по-другому выглядеть. В смысле URL адрес. Вот. Так все останется так же. Я перенесу полностью все видео на новый канал. Включу просмотры. Уже подана заявка. Это все быстренько сделается. И обратно запустим. Поэтому ссылка будет в описании на новый канал. Те, кто были подписаны на школу Китай рулит, подписывайтесь на новый канал, потому что тот будет удален полностью. Все видеоролики. Спасибо огромное ребятам, которые отозвались. Спасибо всем авторам. Обидно мне опять за то, что кто-то решил высказываться, что я решил заработать денег на этом. Ну, у каждого свое мнение. И говорит это тот, кто ничего не делает и у которых этих денег нет. Поэтому всегда хватает таких людей, которые потроллить решили, но уже, поверьте, закаленные и на это не реагируют совсем. Поэтому все деньги, как я и говорил, которые будут заработаны на школе Китай рулит, будут распределяться в определенном порядке, который мы еще обозначим с вами. По критериям также выясним, потому что, как сказали по просмотрам, кто-то раньше, кто-то позже загрузил. Это ясно. Вот, может, по лайкам будем, скорее всего, где больше лайков на видео, которые действительно видео людям понравилось. Этот канал будем выделять. Это мы решим. Нужно подключить, нужно заработать первые деньги. А как их уже распределить, это уже мелочь. Вот. Вот такие дела. Поэтому, ребята, ссылка будет под видео на школу Китай рулит. Всем авторам спасибо, кто откликнулся. Главное условие теперь на школе Китай рулит, это в начале ролика сказать, это видео снято для школы Китай рулит, для канала Школы Китай рулит. Если этого видео нет, если этих слов видео нет, категорически ответ на этот ролик не загружаю. Это самое главное условие. Я не знаю, хотя бы, хоть вы там снимаете айфоны пятые, шестые, седьмые, в любом качестве, отмонтированный ролик, шикарный ролик. Если нет фразы, это видео снято для школы Китай рулит, ролик не загружается. Потому что я столкнулся уже с некоторыми людьми, которые решили пропихнуть ролики с Ютуба на канал, из-за чего Ютуб распознал это, как начал просить подтверждения авторских прав. Я, конечно, эти ролики удалил сразу, они никак не повлияли на репутацию. Но такие люди есть. Дабы избежать этого всего, я принимаю хороших авторов, которые действительно хотят начать свой какой-нибудь творческий путь на Ютубе. И кто начинает его со Школы Китай рулит, поверьте, ребята, у вас будет старт получше, чем те, кто начнут на своих каналах. Потому что не только вы заработаете деньги, но и реклама этого канала будет от меня постоянно бесплатной. На нем, я надеюсь, будет много подписчиков, будем развиваться и старт будет приличный. Поэтому те, кто еще себя не попробовал, почитайте условия и так далее. И еще по поводу сайта школа Китай рулит, schoolkitarulit.ru Так как после видео, когда я гласил, что будет новый проект, массово люди повалились на этот сайт. Хостинг не выдержал бесплатно. И мне написали, что закрывайся или покупай хостинг платный. Но я не вижу смысла покупать хостинг платный для сайта визитки. Ну, платить в месяц деньги за просто за сайт визитку, если есть там группа и так далее. Поэтому я, может, переделаю под kitarulit.com, сделаю как под домен. Вот, что-то придумаю и, может, там уже сделаю. Поэтому сайт тоже пока поменяется, а в дальнейшем уже будет видно. Вот такие вот дела, ребята. Огромное всем спасибо, кто меня поддержал. Я увидел действительно людей, которым это интересно. Я понял, что канал должен развиваться и дальше. В такие моменты именно выясняется. И друзья проявляются себя как бы с худшей стороны. И чужие люди тебя начинают поддерживать и много присылать сообщений. Все, ребят, всем спасибо. Огромное спасибо партнерке. Огромное спасибо Руслану. И всем, кто помог разблокировать мой канал. Огромное спасибо за созданную петицию, которая почему-то была адресована мне, но это никто не заметил. Но это все ерунда, потому что главное желание помочь. Я это увидел и буду для вас делать все самое лучшее. И на этот канал еще будут подписываться и по 3, и по 5 тысяч человек в сутки. Я вам обещаю. Вот такие дела. Сегодня будет у нас посылка от подписчика. Две штуки. Поэтому ждите. Всем хорошего настроения. Вы, ребят, лучшие. Спасибо, что остаетесь со мной. И спасибо, что смотрите и ставьте лайки. И продвигайте этот канал вперед. Всем пока.